Привет, подписчики канала и все, кто смотрит это видео. Сегодня у нас появился такой контроллер от фирмы Киркулес. Это диджейский контроллер начального уровня для новичков, не для профессионалов. Вот так он выглядит. Самый простой бюджетный контроллер стоит около 70 евро. Новый бюджетный контроллер стоит еще дешевле, можно достать за 30-40 евро. На ebay очень много таких контроллеров. В общем, что у него имеется? То есть имеются две деки, можно сводить два трека одновременно. То есть при помощи, допустим, программы Virtual DJ или Tractor и других аналогичных программ, которые поддерживают данный контроллер. Называется он Гиркулес DJ контроллер, диджейский контроллер MP3-E2 версия. Была еще предыдущая версия, которая была только MP3. Она была толще и была хуже, имела меньше функций и была более, как бы сказать, сжатая. Вот здесь основные функции это два вот таких вот диска, которые заменяют виниловые. Имеются два фейдера общей громкости. То есть можно настраивать громкость на каждый канал и один такой вот кроссфейдер. То есть можно переключаться, грубо говоря, с первой дорожки на вторую дорожку. Вот. И также имеется эквалайзер. То есть низкие, средние частоты, высокие частоты. По три штуки, то есть на одну дорожку. И здесь такие же. То есть вот эта часть отвечает за темп. То есть можно настраивать темп. Также можно менять высоту тона. То есть можно делать, грубо говоря, пение или саму песню выше или ниже. Также вот есть такая кнопочка синхронизации. То есть если у вас на одной теке, то есть дорожка, которая, допустим, имеет ритм 150 и другая дорожка имеет ритм 130, да, то вы нажимаете синхронизацию здесь и здесь, и он автоматически, то есть подгоняет оба трека под одну скорость. Вот. Также еще имеются вот здесь вот такие вот кнопки. То есть 1, 2, 3, 4. Это если просто их нажать, то включается, то есть лупа, зацикливание. Если нажать сюда, на кнопочку shift, то этот контроллер переключается на эффекты. То есть в программе можно выставить, какие эффекты будут присвоены к какой кнопке. Здесь перемотка. И также можно включить прослушивание одной дорожки или прослушивание только другой дорожки. Здесь все стандартно, то есть старт или пауза. И здесь на начало, то есть переместиться на начало трека. Очень удобно, что можно пользоваться этим контроллером без мышки. То есть вы подключаете его к компьютеру и прямо в программе можете уже работать. То есть вы нажимаете, допустим, вот эту папочку, можете сразу... У вас в программе сразу появится пульт, и вы там выбираете какую-то папку с вашими треками. Да, и здесь можно переключаться, потом тыкаем кнопочку files, выбираем какой-то трек и нажимаем загрузить на дорожку A или загрузить на дорожку B. И все. И мы уже, грубо говоря, можем сводить два трека вместе. Вот. Так что общие такие характеристики мы разобрали. Этот контроллер довольно-таки легкий, то есть весит он около 500 грамм, то есть меньше килограмм в любом случае. Очень удобно то, что ему не нужно отдельное питание. То есть он подключается только через вход USB и питается за счет от него. За счет него, извиняюсь. Имеются вот такие вот ножки прорезиненные. Немножко запачкались, извиняюсь, полностью совсем чистый. Вот. И имеются такие крепления для ремня. То есть очень такая качественная сборка. Крепкий такой надежный пластик. И, как вы видели, уже была защитная крышка. Вот защитная крышка. Можно все аккуратно, красиво закрыть. Пожалуй, на этом я закончу. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!